По своим масштабам, это, пожалуй, самый большой заброшенный объект в центральном регионе. Во всяком случае, подземный. Кольцо протяженностью 21 километр и внутренним диаметром 5 метров, расположенное в стабильных и сухих грунтах на глубине от 20 до 60 метров, проложено на границе Московской и Калужской областей. Через каждые 1,5-2 километра к нему примыкают подземные залы, соединенные с поверхностью шахтными стволами. По масштабам и параметрам его можно сравнить разве что с кольцевой линией Московского метро. А началось все в марте далекого 1958 года, когда было принято постановление правительства о создании крупнейшего на тот момент в мире ускорителя и поселка при нем. В августе на берегу реки Протвы уже были выделены земли под строительство. В апреле 1960 года был заложен первый дом рабочего поселка, а в январе 1961 года начато строительство ускорителя. Работы велись быстро, на реализацию поставленных задач государством выделялось щедрое финансирование. Интересно, что руководство строительством осуществляли военные, руководящий состав которых был переброшен из поселка Большая Волга, позднее ставшего городом Дубна, где на тот момент уже был опыт строительства научного центра в сфере физики. Руководство строительством под Серпуховым осуществляло дирекция строящегося предприятия, получившее наименование почтовый ящик 35. В 1963 году в рабочий поселок приезжают первые физики, а к 1965 году население составляет уже почти 20 тысяч человек. Если институт строился максимально утилитарно, то к проектированию и строительству будущего города физиков Протвино подошли с душой. Застройка жилых кварталов планировалась и велась так, чтобы максимально сохранить природу, лесные массивы, которыми были богаты те места. Конечно, в городе была построена и вся необходимая социально-бытовая инфраструктура. Дом ученых, дом культуры, школы, детские сады. Все эти сооружения возводились по индивидуальным проектам. Ни одна школа не повторяла в архитектурном плане другую. Что уж говорить о наличии в городе магазинов, ассортимент у которых по советским временам могли позавидовать не только жители других, намного более крупных городов, но и москвичи. КОНЕЦ Мы находимся в зале ускорителя ЛОГУ-30, это инжектор протонов. То есть, когда ускорительный комплекс, состоящий из четырех ускорителей, работает в протонной моде, то есть работает с протонами, то все начинается именно здесь. То есть протоны рождаются здесь, дальше они здесь ускоряются до энергии 30 миллионов электрон-гольф, и дальше они инжектируются в следующий бустер. То есть следующий ускоритель У-1,5. То есть ускорительный комплекс работает в каскаде, ускоритель работает в каскаде. Вначале ЛОГУ-30, потом быстро-цикличный бустер У-1,5, и дальше пучок инжектируется ускоритель У-70. Следующим этапом развития должен был стать ввод в эксплуатацию ОНК, ускорительно-накопительного комплекса. О его создании ученые института начали говорить еще в 1970-х годах. Он должен был стать самым большим в мире и по своим физическим размерам, и по энергию, которую достигает пучок протонов. Именно для реализации этого проекта в 1983 году началось строительство гигантского подземного туннеля. Который на сегодняшний день, фактически являясь заброшенным, продолжает висеть на балансе института физики высоких энергий, отнимая средства и людские ресурсы на его содержание. Почему так получилось? Что сегодня представляет из себя ОНК, и есть ли у него перспективы? Об этом мы и расскажем в этом цикле видео. Когда наш ускоритель только что запустили, это был в 1967 году, первые были запуски нашего ускорителя, уже тогда начались разговоры о том, что нужно думать вперед. Несмотря на то, что у нас только что появился этот ускоритель, нужно идти дальше и задумывать планы строительства нового ускорителя. И это фактически началось уже с конца 60-х годов, начали обдумывать. В 70-х годах уже появились первые квалифицированные обсуждения с участием всех институтов Советского Союза. Это всегда происходило, кстати говоря, на площадке нашего института, всегда было коллективом. Был такой научно-координационный совет всесоюзный, когда собирались крупнейшие физики, представители институтов и обсуждали вот эти возможности. И дальше уже появилось просто, начались обсуждения, которые длились, и шли параллельно с началом строительства ОНК. Это были регулярные встречи здесь, самые выдающиеся люди приезжали и планировали эти перемены. И вот этот вот зал фактически сердце фундаментальной советской науки. Это зал ускорителя У-30. И здесь, в принципе, и рождается до сих пор все, что связано с теоретическими, с фундаментальными исследованиями в области физики высоких энергий. А вот вопрос, допустим, раньше вам доводилось видеть ускоритель или нет, живьем? Я убежден в том, что вы его видели. И таким ускорителем является электронная ночевая трубка в старых телевизорах или в старых мониторах. Потому что там, в этой трубке, есть все элементы, которые присущи большому ускорителю. Это источник частиц, это система фокусировки, система управления пучком, управление яркостью, то есть интенсивностью. Пучок заряженных частиц, он берет свое начало как раз от линейного ускорителя У-30. Это так называемый инжектор всех ускорителей. Где мы сейчас и находимся? Это вот эта вот часть. Тут находится фротонная пушка. Из нее они вылетают. В первой стадии ускоряются 100 кВт. Дальше уже идут резонаторы. На выходе они имеют энергию 30 мВт. После чего дальше пучок инжектируется в бустер. Это средний ускоритель протяженностью, по-моему, 100 метров, по-моему, гиаметром. Здесь уже ускоряется до энергии, в данном случае, 1,3 ГВт. Это который У-70? Нет, это который У-1,5 ГВт. А здесь он где? Вот он. Вот это ускорит. Ага. Это вот. Вот это кольцо. Да, это, можно сказать, среднее кольцо в каскаде ускорительных. Ну, уже везу 1,5 ГВт, уже выводится. Тут не показано. Это большое кольцо, которое 1,5 километра. У-70 называется. Протоны, они рождаются вот здесь, вот в этой пушке. Здесь они, то есть, под клеящим разрядом водород разбираются, вот и получаем клазму, электроны и протоны. Дальше мы ускоряем этот, вот прямо в пушке происходит ускорение до 100 тысяч электрон-вольф. И дальше пучок попадает в начальную часть ускорителя. Это вот эти два серых клинтра, с которыми происходит ускорение уже от 100 тысяч электрон-вольф до 2 миллионов электрон-вольф. Выглядит это все очень просто. Ровно точно так же, как вы, например, это делали, ну, там, еще в детском саду. Вам подарили игрушку, вы, значит, там ее там машинку жик-жик-жик надоело, а что внутри? Вот, а инструкции нет по разборке, что вы делаете? Вы ее разбиваете на кусочки, да? И, значит, вот оно там, чего там есть, да? И потом, значит, из этих кусочков, когда уже там немножко постарше стали, вы пытаетесь как-то сконструировать, а как же оно было в самом начале. Технология ровно та же самая, значит, мы берем одну частицу, значит, бьем по другой частице, разлетаются всякие там осколочки, соответственно, вот, значит, потом пытаемся из этих осколочков, значит, собрать целый, понимать, как же было оно раньше устроено внутри, вот, на основании вот тех распределения этих частиц там по углам, по импульсам, значит, там, по энергиям, значит, вот как вот это вот все. А, и как бы надо подстраивать, да? Да. Ну, вы представьте себе вот такую махину 30-ти микровую выставить с точностью 50 микрон. Вот это вот, например, корпус уникального измерительного прибора, который позволяет позиционировать сам ускоритель, то есть при его монтаже, при его обслуживании. Сюда вставляется, как объяснил сотрудник, специальный телескоп, который и позволяет позиционировать корпус ускорителя с точностью до 50 микрон. То есть вот эти вот мельчайшие, мельчайшие изменения в положении ускорителя, скажем, при его ремонте, при его обслуживании, они играют огромную роль, они могут, скажем так, критически повлиять на ход исследований. И вот это вот как раз корпус уникального измерительного прибора, который позволяет корректировать положение самого ускорителя. Значит, здесь уже критоны энергии больше 100 килоэлектронвольт, и поэтому здесь уже радиация, то есть есть наведенная активность, и поэтому требуется защищать персонал, который находится при работе ускорителя, необходимо защищать персонал, который работает на пульте. Поэтому здесь вот такие двери толстые, гермозатворы. Мы после каждого сеанса проходим и обозначенные точки измеряем, выдаем карту радиоактивности, передаем уже ускорительщикам, физикам, чтобы они знали, где можно работать, где нельзя работать. А какие нормы здесь существуют? Конечно. Существуют общие российские нормы радиационной безопасности, из них уже исходят нормы наши институтские. То есть для персонала группы А это свои нормы, для населения другие нормы. Вот у людей, у которых есть такая кассетка, они относятся к персоналу группы А. Это вот накопительный счетчик или что? Да, это накопительный дозиметр индивидуальный. Каждые три месяца меняется. Если у кого-то получается, что кто-то перебрал по дозе, то его временно от работ отстранено. Вы его постоянно с собой носите? Когда хожу в радиационно опасные зоны, да, ну я его обязан по правилам носить, но, слава богу, за последние годы никто у нас не перевернул. То есть здесь правила похожи немножко с той же АЭС, например? Да, конечно. По радиационному контролю для персонала. Сускоритель является источником радиационной безопасности второй категории. И тут существуют свои правила, свой персонал, кого можно допускать, кого нельзя. Мы за этим всем следим. Я, собственно, инженер службы радиационной безопасности. И моя работа заключается в том, что мы следим за тем, что вы... За безопасностью сотрудников, фактически. У нас есть еще автоматизированная система радиационного контроля. Она задействована в сеансе, когда ускоритель работает, автоматически выводит данные на компьютер с объекта. Если где-то превышение, мы звоним на главный пульт ускорительщикам и сообщаем, что у вас в какой-то такой точке превышение, они уже регулируют интенсивность пучка. Это вот система дозиметрического контроля, которая позволяет контролировать... Которая у нас реализована для безопасности персонала, который находится в экспериментальном зале в зоне облучения. Значит, она предназначена для того, чтобы оценить поток гомоквантов и нейтронов. Значит, вот эти вот приборы, выполненные из полиэтилена, внутри находится детектор, который регистрирует нейтроны и гомокванты в том числе. Значит, полиэтилен нужен для того, чтобы замедлить те нейтроны, которые вылетают из ускорителя, ну или там из каких-то там, значит, мишеней, еще из чего-то, потому что эффективность регистрации нейтронов сильно возрастает при уменьшении энергии. Вот, вплоть до тепловых. При тепловой энергии сечение захвата очень большой, эффективность регистрации высокая. И таким образом удается оценить, какой радиационный фон, значит, в том или ином месте в экспериментальном зале. И как только происходит какая-нибудь нештатная ситуация, ну, допустим, пучок с орбиты сошел, там, еще что-нибудь в этом роде, то есть мгновенно срабатывают вот эти вот детекторы, идет запрет на вывод из ускорителя. Ускоритель тут же останавливается. То есть это буквально, значит, ровно один цикл ускорителя пропускается. И вот эта вот система, она фактически реализована вообще во всей экспериментальной зоне. Плюс к этому аналогичная система есть еще и за пределами территории института. Но там уже используются не такие вот детекторы, которые сразу же в онлайн говорят о радиационной обстановке, а используются кассеты, внутри которых находится фотоплёнка. И там оцениваются только интегральные дозы. Потому что туда уже никакие такие вот аварийные что ли ситуации, они туда уже не долетают, и там нет смысла оперативно реагировать. То есть контроль по территории города там тоже проводится. Да, да, еще не верно. Здесь в самом зале во время сеанса, естественно, сотрудники не находятся. Да, вот эта дверь тяжелая закрывается, и сюда никого не пускают. То есть, когда работает ускоритель, находиться в помещении, ну, где находится ускоритель, запрещено. А какие-то нормы по времени есть после завершения сеанса? Или уже можно сразу входить, и ваша работа уже начинается? Значит, у нас в положении написано, что сотрудники должны заходить в ускорительный зал не ранее, чем через 20 минут после выключения. То есть 20 минут – это когда аэрозоли всякие, вот эти быстро распадающиеся элементы распадаются, и через 20 минут уже более-менее спокойно. Ну, естественно, если они идут там менять какую-то деталь в ускорителе, они должны вызвать дезиметриста. Дезиметрист должен оценить традиционную обстановку, после чего либо допустить сотрудников к работе, либо не допустить. То есть, такой отметок работы. А если не допустить, там просто какое-то время выжидается, или какая-то дезактивация проводится? Как это происходит? Обычно время выжидается. Либо, так скажем, специальный наряд допуска подписывается. То есть, сколько сотрудников, какое время может там работать, чтобы не получить больше положенные дозы. Здесь какое-то оборудование вот еще со старых времен, например, осталось? Или как-то все-таки производится модернизация замены оборудования уже на более современное? Да, несомненно. Контрольное оборудование, которое идет... Значит, ускоритель работает не круглогодично, а, ну, как вот стандартно, это два раза в год по три месяца. Это весна и осень, так называемый осенний-весенний сеанс. Остальное время, так называемая профилактика или модернизация оборудования. Так что, вот какое оборудование там выходит из строя или требует модернизации, это как раз в это время все производится. Не, ну, просто чисто внешне кажется, я говорю, мне вот как человеку совершенно не знакомому с этой тематикой, чисто обывательской точки зрения, что, в принципе, как бы сейчас все уже цифровая, компьютерная техника, здесь аналоговые приборы, все это как бы оно, скажем так, ну, я не знаю, морально не устарело. Ну, некоторые приборы, вы правильно сказали, аналоговые, да, они немножко, ну, можно сказать, устарели, но они свои функции выполняют вполне. Что ж поделаешь, приходится заниматься ремонтом, заменой. Почему? Потому что настолько быстро все происходит, изменения, и нам приходится иногда это самое, как реставрировать, это самое, ну, то есть подгонять под одну деталь другую, нет, самая деталь, вот так вот. Раньше у нас стоял фрезерный, токарный станок, я, собственно говоря, и фрезеровщик, и токарь, собственно говоря, у меня нормальная эта самая специальность, и приходилось, вот, деталь, вот, выйдет из строя, то есть не заказывать пока в мастерскую, вот, на этот самый, как в ЦМ, например, идти, потому что она штучная, пока местом это, а здесь у нас вот прям был свой токарный станок, фрезерный станок, и все, и приходилось прям сразу уже уж менять, ставить деталь новую, и все, вот такая работа. Работа лаборанта, лаборант обязан быть радиомонтажником, это уметь, это работать на сверленном станке, на токарном станке, на фрезерном станке, вот так вот. Ну, не очень много, да, всего 230 человек. Это общий персонал, это инженерный состав и технические работники. Да, ну, это дверь, ну, больше 200, между 200 и 300, да. Это вот по всем ускорителям. Это все ускорители, ну, там есть еще система вывода, систему, значит, диагностики, системы электроники, ну, много систем, ну, я уже говорил, инженерные системы, вот. А так вот, по механике, ну, не знаю, можно сказать. Например, ну, вот в этом, на этом ускорительный интерес, сколько человек работает именно по техническому, скажем так, обслуживанию. Здесь всего работает, по-моему, около, все, где-то 20 человек. Всего, по всем ускорителям? Нет, по линейному. Вот по этому каналу пучок протонов попадает из ускорителя У-30 в это кольцо и по нему совершает еще 4 витка, продолжая ускоряться. У нас есть пучок, который влетает. В конце он 100 наносекунд, порядка 30 метров. И вот здесь мы должны 100 наносекунд всего, 100 на 10 минус 9 секунды. Вот за 100 наносекунд мы должны нарастить здесь напряжением, потом ударить пучок, когда он подлетел, 100 наносекунд ровно, причем одинаково стукнуть по всем частицам, вот на протяжении этих 100 наносекунд, посадить его на орбиту и дальше спасть. Вот оно как раз место, где пучок разделяется и уходит на канал инжекции по ускорителю 70. В следующих сериях мы узнаем, какое прикладное применение находят подобные исследования. Погуляем по территории института, изучая инфраструктуру этого города в городе, обязательно заглянем в заброшенную часть территории и спустимся в недостроенный советский коллайдер, в кольцо УНК. Расскажем о том, как строилось это гигантское уникальное сооружение. Поставьте лайк под этим видео, чтобы помочь в продвижении нашего канала. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего!